Вы видите, друзья, океан, туман, туман и солнце, я бы сказал. И вот тут значок такой стоит на дороге, намекающий, что есть open house. То есть можно посмотреть на домик, который продается. И мы не знаем, где этот домик, но мы можем по азимуту, так сказать, пойти. А, там даже адрес есть, 30, сейчас, 322 плато. Идем. Улица красивая, дома симпатичные. Прямо вот все у воды. Расскажите, пожалуйста. Open house не целый день. Они обычно начинаются с часу или с часу 30. И идут часов до 4 или до 4.30. Это хорошо какое-то время. Это часа 3, да. Значит, считается, что владельца надо убрать с территории, потому что он пристает. Только мешает? Ну, он мешается, и он, как бы, вот это, как бы считается, что лучше всего обезличить. И нижнюю эмоциональность привносит. Обезличить. И когда делают стейджинг, вот этот вот, стараются обезличить. Когда строят дом новый, стараются его обезличить. Вот там, например, вот, скажем, хочется сделать бассейн в форме рояля. Например, да. Вот это плохо. То есть сам себе ты можешь... Я вот и не понравится рояль. Сам себе ты можешь построить, что хочешь, если тебе хочется рояль. Но дело в том, что когда ты захочешь продавать свой дом с бассейном в виде рояля, может оказаться, что у тебя проблема. Потому что людей, которые купили бы с нормальным бассейном, допустим, в 20 раз больше, чем таких, кому интересен рояль. Поэтому вот это вот... Общая американская заточенность на будущий рынок. Ну, как говорится, когда ты берешь дом, ты же должен думать о том, как продавать. Поэтому, конечно, если это очень дорогая недвижимость, там архитектор серьезный работает. И, допустим, уже уровень этого архитектора, он входит в цену и в будущие продажи и так далее. Есть такого уровня дома, но это как бы уже совсем... Слушайте, ну это какие-то... Не массовые рынки. Я бы сказал, да, именно так. Уже в крови находятся традиции думания вперед. Всякая вещь является предметом рынка. Вот вы сейчас работу ищете. Вот я бы вам сказал, что когда ты берешь работу... Ну, не первую. Первую она от Бога упала. Вот. А вообще, когда берешь работу, ты на следующий день, когда начал работать, спрашиваешь себя, какая следующая. И даже когда, например, у тебя есть на выбор несколько офферов, и ты думаешь, какую работу выбрать, ты спрашиваешь себя, если я возьму эту работу, что со мной будет? Вот. У нас были случаи, например, когда люди брали работу, ну просто потому что вот пришла. И это могло быть связано с тестированием, там, скажем, не программного обеспечения, а хардвора. Это могло быть связано с какими-то устаревшими системами, какие-нибудь мейнфрейм компьютеры, на них какие-то приложения там и так далее. И все бы замечательно было, если бы они там побыли, там, три месяца, и валили бы дальше. То есть за три месяца нельзя себе испортить родословную, профессиональную. А когда ты это делаешь год, два-три, то тебя уже перестают рассматривать на другие позиции. Отстал. А ты не то что отстал, но ты в каких-то технологиях. Выпал. И понятно, что ты не можешь этим заниматься, у тебя нет опыта и так далее, и так далее. И все. Даже бывают безобидные вещи, допустим, владеешь там японским языком. Тебя взяли тестировать какую-то локализацию программного продукта под японский язык. Это, под Японию, как странно. А проходит год, и тебя только и рассматривают на локализацию. У меня вот есть девочка, Саори зовут, из Японии. Так она вот, я думаю, это нам знак поставит, Open House, направо. Идем. Значит, и вот эта Саори, она уже лет семь как закончила. И вот так и застряла в этой локализации. Потому что... А когда у тебя уже семь лет, ты вообще с тобой разговаривать не хотят? Только на локализацию? Вообще довольно сильно в локализации все продвинулись. Я обращу внимание, в Будапешке пошли снимать какие-то наличные деньги. Форинк нужно было снять. И банкомат спокойно начинает по-русски разговаривать. Я вставил карту, он определил, что карта выпущена российским банком. Да. А мы все время по дороге ходим? Ну и там просто машина. А, это аргумент. Так, ну что, вот у нас место. Такой вот домик, я бы сказал, типа Холубка. Зачуханный немножко. Зачуханный. Ну, пошли посмотрим. Ну что, миллион двести тысяч? Ребята, вот за это миллион двести тысяч. Две спальни, один сортир. Это на снос фактически. Тысячу скверфит. Ну, что-нибудь под сто квадратных метров. Участок, не, участок классный. Участок семь с половиной соток. Это неплохо. Близко к океану, тихий район. Так, это фактически под перестройку. Так, вот, значит, это вход. Света, смотри, тебе придется комментировать. Это вход. Тут такой старый грязный карпет. Карпет это ковровое покрытие. Тут пахнет нехорошо. Нехорошо пахнет, я бы сказал, гнилью какой-то. Свет, вот скажи, вот эта отделка, ее делали в 60-е. Вот этим выкладывали. Здесь фундамент. Фанюрой. Тут явно, видишь, что скотно. Да, да, Света права. Чувствуется, как пол пошел вниз. Вот, вы, может быть, даже глазом видите, что правый угол опустился вниз. То есть у него, конечно, скорее всего, это проблемы с фундаментом. Это лоснос. На самом деле не имеет значения, что тут есть. То есть этот домик можно купить, его можно сдать. То есть он жилой. Его можно сдать. И за это время сделать проект, за это время утвердить там всякие планы. Может быть, год уйдет. Пахнет, пахнет, да. Вот кухня. А кухня, видите, она даже была обновлена. Тут вот плиточка. Не то, что она какая-то шикарная, но кухня явно моложе, чем дом. Да, там что-то есть впереди, пошли паснуться. А, это веранда? Это достроено, видимо, да? Да, это, конечно, это достроено. Видно, что это внешняя стена. Это внешняя стена. Заколочено, что ли? Не знаю. Ну ладно. Идем. Окей. Ну что, друзья, идем на улицу. Видите, тут интересно. Домик приподнят как-то оказался. Наверное, участок еще с наклоном. Участок с наклоном. А, тут у него гараж. Сзади гараж. И, собственно, а где въезд-то в гараж, я не понял. Вот тут. Ну да, да. Тут на самом деле, с таким въездом в гараж, тут можно еще машины 4 поставить легко. Ну, одну за другой, конечно, но, в общем... Они, понимаешь, как они предоставили, значит, гараж на две машины, миллион двести. Вау. Да. Света, это на снос. Это все на снос. Понимаю. Абсолютно. Но участок действительно есть. Посмотрите. Участок есть. Землица. Землица, друзья, есть. Так. Слива. О, таки слива. Давайте попробуем, какие тут сливы. Видите, чем плохо сливы растет? Видите, они падают. И пчелы налетают, и всякая дрянь. Еще твердые, зеленые. Зеленые? Да, довольно твердые, но, тем не менее, уже осыпаются. Так. Вот вход в этот гараж отсюда. Они могли бы этот гараж небольшой суммой, небольшой суммой привести в состояние такой недвижимости на сдачу. Это очень многие делают. Большие деньги в этом есть. Но в данном случае это таки гараж. Интересно, что тут двери меняли относительно недавно. Вот эти вот механизмы довольно новые. Ну, это мелочь. Гараж, таки гараж. Вот здесь тут верстаки. Это классика гаражного хозяйства. Такие вот они исторически были. Честно сказать, я не посмотрел, когда дом был построен. Хотя вы сами понимаете, что это уже не так важно. Давайте я вам расскажу, что агент рассказывает. Ребят, значит, он говорит, что у него есть еще один такой же объект, который примерно на таком же расстоянии от океана. Тут пара кварталов отсюда. Он продался там за миллион триста в мае месяце. И туда запустили студентов из университета. Сдают ее за четыре с половиной тысячи, Света. Вот такой же точно дом. Он 20... Вот это срань 20-го года, Света. А как тут... 20-го? 20-го. Как тут две спальни возьмешь за четыре тысячи? Услышь меня. Это рядом с океаном. Это другие люди. Это другие цены. Это все другое. Это черника. Как это? Ежевика. Ну, давайте попробуем одну. Ой, ой. Что такое? Вот. Значит... Попало. И... Он еще говорит, Света, что сити в Санта-Крус, в отличие, скажем, от Саннивелла, в принципе, если ты одну стенку не трогаешь, они тебе разрешают считать это как ремадулинг. Ничего нет. То есть, фактически ты делаешь абсолютно новую вещь, она идет как ремадулинг, ты экономишь на налогах. Это круто. Но... Но действительно участок большой, и действительно... Это один квартал от океана. А вот вы видите, как освежили точно такую же старую какашку, и другой вид совершенно стал. Значит, там упал знак, но я вам хочу сказать, что вот это Silver Star Properties, это совершенно не то агентство, которое вывесило тот оригинальный первый знак, который мы увидели. Поэтому я думаю, что если мы продолжим движение вот тут по улице Вудроу, то, наверное, там есть еще один. Такое у меня предчувствие. Что вы в себе думаете, друзья, интуицию около коренного американца, как я, не обманешь. Вон стоит знак, и вот это агентство Келлер Уильямс, которое изначально было на набережной. Вот оно где. Мы сейчас посмотрим на еще один Open House. Но вообще, конечно, масштаб цен радостный. Я вам скажу, что миллион двести, значит, стоит дом. А для того, чтобы этот дом снести, это еще может стоить там тысяч тридцать-сорок. Я же не знаю, сколько может стоить, в зависимости от самых разных обстоятельств. Конечно, бывает, что и за полтора, там тысяч за пятнадцать можно снести, а бывает, что и двадцать пять-тридцать. Так что, давайте-ка пойдем. Вы нам туда идти? Конечно.